всем привет дорогие друзья в этом видео уроке я расскажу вам про css grid и посмотрим подробно как работать с этим инструментом также в дополнение к этому видео уроку я сделал вот такую вот инструкцию справочник по css grid слева здесь у нас идет навигация справа у нас содержимое где все подробно написано с картинками с примерами вы можете здесь все смотреть все доступно в интернете ссылка будет в описании и конечно же для того чтобы очень хорошо освоить css grid я вам настоятельно рекомендую полностью посмотреть это видео от начала до конца и пользоваться также вот этим вот справочником я его старался делать максимально удобно собирал информацию со всех источников в интернете и объединил все это в очень удобный на мой взгляд вид и сделал так чтобы было максимально комфортно и удобно находить нужные вам свойства если вдруг вы что-то забыли здесь можно подсмотреть и использовать эту страничку как шпаргалку поэтому обязательно добавляйте в закладки и css grid у вас всегда будет под рукой вы сможете быстро вспомнить а сейчас по порядку я вам буду все рассказывать и также в этом справочнике все показывать и давайте начнем с того что такое вообще css grid css grid позволяет нам компоновать элементы на странице очень удобным образом в двумерном пространстве то есть мы можем создавать столбцы строки и располагать элементы абсолютно так как нам только захочется что-то наподобие есть в сетке bootstrap а но это стандартная возможность css поэтому ее обязательно нужно освоить и можно в принципе будет верстать страницы даже без bootstrap контейнер создается следующим образом мы создаем обычный тег div даем ему какой-то класс и этому классу присваиваем дисплей grid как вы видите на этом изображении у нас есть grid контейнер и три дочерних элемента item для grid контейнер мы добавляем дисплей grid и это становится css grid контейнером все же элементы которые в нем содержатся дочерней автоматически становятся элементами теперь есть следующие основные понятия которые нужно запомнить они очень простые но без них никуда линии сетки вот здесь на изображении вы видите сетку которая состоит из двух строк и из трех столбцов линии у нас бывают от столбцов и линии от строк линии столбцов это у нас первая линия вторая третья и четвертая то есть вы видите что у нас три столбца на четыре линии все логично и я думаю здесь понятно так же у строк есть. Первая линия начинается сверху, далее вторая линия и третья линия. Вот так вот линии у нас отчитываются. Это понятие нам необходимо, потому что дальше мы будем с помощью этих линий указывать размеры элементов. Но об этом немного позже. Теперь трек сетки. Трек это у нас либо строка, либо столбец. То есть это пространство между двумя линиями. Как вы видите, вот здесь это у нас что-то вроде строки. И находится это все между второй линией и третьей линией. Далее у нас есть ячейка сетки. Ячейка сетки у нас заключается между двумя линиями от столбца и двумя линиями от строки. И получается у нас вот такая вот ячейка. Область сетки это пространство, которое заключено между четырьмя линиями. Вот здесь первая и третья линия столбца, а также первая и третья линия строки. И у нас получается вот такая вот область, выделенная синим цветом. Далее на изображении вы видите все эти элементы. Ячейка, трек, который в виде столбца, трек, который в виде строки, ролл. Также грид ария, это у нас область. И линия. Вот здесь у нас пятая линия. И как вы видите, их здесь по столбцу девять линий и по строкам семь линий. Это основные понятия, которые вам необходимо знать. Теперь далее рассмотрим еще немного теоретических сведений. И после этого уже перейдем непосредственно к практике. Также CSS грид очень часто сравнивают с флексбоксами. Отличие у них в следующем. Флексбокс у нас работает по одномерному пространству и ориентируется либо же по строкам, либо по столбцам. А CSS грид может находиться сразу в двух пространствах. Как вы видите на вот этих двух примерах, у нас на флексбоксе есть просто строки, а на CSS грид у нас могут, например, строки и столбцы объединятся. И получаются вот такие вот вертикальные ячейки или же длинные горизонтальные ячейки. И все это одновременно. Далее поддержка браузерами. Это в принципе то, что нас интересует. И как вы видите из этого изображения, 92% устройств поддерживают сейчас CSS грид. То есть если вы будете писать на CSS грид, то никаких проблем не будет. И префиксы вам использовать также не придется. Сейчас все браузеры практически поддерживают. Конечно же Opera Mini не поддерживает CSS грид и Internet Explorer поддерживает только с префиксами. Также подробнее вы можете вот здесь по ссылке перейти на сайт caniuse и там посмотреть все детали поддержки разными браузерами. А теперь давайте перейдем к практике и рассмотрим как работать с гридами. И как мы уже поняли, контейнер создается с помощью свойства Display и значения грид, которое задается родительскому элементу. У нас сейчас есть грид контейнер и есть вот такое вот количество дочерних элементов грид item с дополнительным еще классом. Но об этом немного попозже мы поговорим. Но как вы видите, сейчас у нас ничего не произошло и у нас как были элементы друг по другам, так они и остались. Для того, чтобы изменить их расположение, есть два свойства. Первое это грид темплейт колландс, которая задает столбцы. Например, мы можем указать три столбца по 100 пикселей. И как вы видите, сейчас у нас появляется три столбца шириной по 100 пикселей, а остальное пространство в контейнере остается пустым. И вы видите, красным я выделил сам контейнер для того, чтобы видеть его границы и так будет нагляднее. Так же здесь можно указывать значения, например, в процентах. Чтобы сделать что-то вроде вот такой вот резиновой сетки. И здесь есть еще очень интересное значение. Это фракция. Это новое значение в грид CSS. Оно обозначает одно свободное пространство. Смотрите, сейчас мы создали три ячейки по одной фракции. Это означает, что у нас три столбца делят между собой все пространство, доступное им поровну. И получается у нас ровно вот такое разделение на три столбца. Если мы хотим, например, на четыре, то можем добавить еще одну фракцию. И у нас получается разделение на четыре столбца. Также можно делать, например, какой-то столбец на две фракции, а два других по одной. И здесь, в общем-то, любые значения поддерживаются. Даже можно указывать десятичные дроби. Здесь, например, 0,5 фракции. Как вы видите, здесь у нас половина фракции. Вот это вот одна фракция целая. И здесь у нас первый столбец занимает еще две фракции. То есть работает это следующим образом. Если у нас сейчас указана вот такая конструкция, это означает, что у нас всего в одной строке будет пять фракций. Первый столбец занимает две пятых. Второй также занимает две пятых от строки. И последний занимает одну пятую, то есть одну фракцию. И, как вы видите, вот такое вот разделение у нас происходит. Также здесь есть такая функция Repeat. Она позволяет повторять какое-то количество, например, три раза по одной фракции. И мы сейчас получаем опять-таки три столбца, каждый из них по одной фракции с помощью Repeat. Или же с помощью Repeat можно повторять сразу по два столбца. И сейчас мы три раза повторяем по два столбца, как вы видите. Сначала идет две фракции, одна фракция. Потом опять две фракции, одна фракция. И третий раз у нас идет точно то же самое. То есть получается вот эти вот две колонки у нас повторяются по три раза в одной строке. И мы получаем вот такое вот чередование элементов. также здесь можно указывать такие вот значения через функцию MinMax мы можем указывать минимальное значение, например, 150 пикселей, а максимальное одна фракция. И смотрите, сейчас у нас занимают наши столбцы по одной фракции, но когда у нас их размер станет 150 пикселей, меньше он уже становиться не будет. И вы видите, у нас появляется горизонтальная полоса прокрутки. Это очень плохо, но функция MinMax тем не менее позволяет такой результат достигать. А сейчас мы посмотрим, как можно сделать так, чтобы элементы переходили на новую строку и у нас горизонтальная полоса вот эта не появлялась. Если мы вот здесь вместо значения столбцов укажем AutoFit, то у нас будет следующим образом все работать. у нас как только достигается минимальная ширина 150 пикселей, которая вот здесь указана, у нас элементы переходят на новую строку. И вы видите, что у нас получается вот такой адаптивный дизайн своего рода. Если мы здесь укажем AutoFill, то будем наблюдать такую картину. У нас при маленьком размере наших столбцов будет вот здесь оставаться свободное пространство. и как только наши ячейки будут его занимать, они будут переходить на новые строки. Если же мы укажем здесь AutoFit, как в предыдущем примере, то вы видите, что у нас все столбцы растягиваются полностью под ширину контейнера. Вот такие вот здесь поддерживаются значения. Также дополнительные значения вы можете посмотреть вот в этом справочнике. Здесь есть еще некоторые дополнительные возможности. С ними вы можете сами поэкспериментировать. И точно те же самые значения у нас подходят под свойства Grid Template Rows. Grid Template Rows у нас настраивает сами ряды. Давайте сейчас вернем три столбца по одной фракции и настроим высоту рядов с помощью Grid Template Rows. Например первый ряд у нас будет 150 пикселей. Как вы видите у нас сейчас первый ряд 150 пикселей все остальные у нас остались по умолчанию. Далее мы например хотим сделать 250 пикселей и последний у нас будет 50 пикселей вот такой вот маленький ряд. И как вы видите сейчас мы можем настраивать с помощью этого значения высоту наших рядов а с помощью Template Columns мы можем настраивать ширину самих столбцов. И здесь также поддерживаются и проценты и MinMax значения. Вы можете здесь все то же самое что в Grid Template Columns применять. Поэтому эти два свойства объединены в этом справочнике и имеют общие значения. Теперь мы должны рассмотреть с вами четыре свойства которые относятся у нас к дочернему элементу. А если быть точнее даже шесть свойств мы рассмотрим еще вот эти два дополнительных свойства. Сейчас я уберу Grid Template Rolls и смотрите что мы сделаем. Мы например для нашего первого айтема укажем отдельные свойства. Мы укажем здесь Grid Column Start и мы указываем здесь значение линии. Цифра 1 это у нас первая линия. Первая линия как вы помните из терминологии это у нас в самом начале вот здесь она находится. Далее идет вторая линия третья линия и четвертая линия в нашем случае. Если будет больше столбцов то и линий естественно будет больше. И смотрите мы указываем начальное положение линии и конечное значение линии. Указываем здесь Column End и например 4. И сейчас мы сделали первую нашу ячейку Item1 с первой линии до четвертой. То есть она занимает у нас всю ширину одного ряда. Также здесь можно указать например минус 1 и это будет точно то же самое. Или здесь можно указать например 3 и тогда вы видите что она у нас доходит до третьей линии а дальше уже идут следующие элементы. Также здесь есть такое слово Spend которое позволяет нам указать например ширину ячейки. То есть она будет начинаться у нас с первой линии и будет занимать два таких доступных ей пространства то есть две ячейки Spend2 если мы укажем Spend3 то она будет занимать всю нашу ширину опять-таки начальную линию также можно менять со второй линии начинаться и посмотрите если мы сейчас указали Spend3 у нас появился новый столбец которого у нас не было вот здесь вот указано он появился потому что мы указали Spend3 если мы укажем Spend4 то у нас появляются два таких столбца и для них никакие значения не указаны по ширине они занимают столько сколько в них содержится текста или какого-то другого контента также здесь есть сокращенная запись grid column просто она записывается следующим образом первое число это у нас начальная линия через слэш указывается конечная линия и вот так сокращенно вместо двух свойств мы можем сразу записать grid column от первой линии до четвертой и мы получаем вот такую вот строку также здесь поддерживаются все эти значения span например и мы можем это все также здесь указывать сейчас мы рассмотрели вот эти вот три свойства и у нас есть аналогичные только для рядов grid row start row end и просто grid row это сокращенная запись и вот работают они аналогичным образом то есть посмотрите grid row start мы указываем например с первой линии grid row end мы указываем третью линию и у нас получается первый наш элемент занимает с первой линии до третьей линии а все остальные занимают свое же пространство вот здесь у нас цвета слились но не обращайте внимания на них здесь это два отдельных элемента вы видите что это элемент второй это четвертый а первый элемент он у нас занимает все вот это вот пространство также здесь сокращенная запись работает и вот также она записывается через знак слэш и дает абсолютно тот же результат поэтому мы сейчас очень быстро рассмотрели шесть вот таких вот свойств и это практически все свойства для дочерних элементов здесь еще осталось четыре свойства которые мы рассмотрим немного позже теперь смотрите я хочу вам сразу показать такое вот свойство это опять-таки свойство для grid контейнера grid column gap оно устанавливает отступ между нашими столбцами мы можем указать например 10 пикселей и у нас между столбцами появляется вот такой вот отступ в 10 пикселей обратите внимание что по краям его нету он появляется только между самими колонками также есть у нас свойства grid row gap например 20 пикселей и у нас между рядами появляется отступ в 20 пикселей и теперь уже нагляднее видно что вот эти вот две ячейки 2 и 4 это уже две разные ячейки а не одна ячейка хотя по цвету они здесь у нас так совпали что у них цвет одинаковый и как обычно в grid css у нас есть сокращенная запись мы можем например сразу grid gap установить каким-то одним значением например 20 пикселей мы можем поставить отступы между рядами и между колонками и вы видите что у нас везде одинаковый отступ или мы можем через пробел поставить например 20 пикселей и 10 первое значение это у нас отступ между рядами а второе значение 10 пикселей в данный момент это отступ между столбцами и вот так вот можно указывать эти отступы но давайте сейчас оставим 10 пикселей чтобы наши ячейки друг от друга отделялись и было более понятно все на примерах чтобы они не сливались у нас по цветам давайте рассмотрим grid auto колонс и grid auto rows это у нас такие свойства которые определяют размер строк и столбцов по умолчанию и давайте их укажем сейчас указываются они для контейнера и например пусть у нас будет столбец автоматически шириной в одну фракцию а строка например в 100 пикселей и смотрите что мы сейчас видим строки у нас все автоматически поменялись на 100 пикселей потому что у нас шаблон для строк не указан теперь у нас все строки занимают 100 пикселей а вот это вот одна фракция что она нам дает если мы например вот здесь укажем span 4 для grid column то посмотрите то посмотрите что у нас происходит у нас здесь новая ячейка в новом столбце имеет такую же ширину в одну фракцию потому что мы указали grid автоколландс одна фракция для всех столбцов для которых не указана ширина а здесь как раз таки получается такой случай то есть мы не указывали для четвертого столбца вот здесь в нашем шаблоне одну фракцию устанавливается по умолчанию вот это вот автоколландс одна фракция если мы убрали бы здесь это свойство то вы видите что здесь получается у нас столбец шириной с контент который в нем находится а если мы здесь укажем автоколландс то у него будет необходимая нам вот такая вот ширина если мы сейчас весь уберем этот шаблон у нас ничего не изменится потому что мы первый наш айтем указали длиной в 4 столбца и у нас автоматически сетка разделилась на столбцы если бы мы указали его в 3 столбца вы видите сейчас что он занимает 3 столбца автоматическая ширина колонок по одной фракции и получается у нас создается таким образом 3 столбца по одной фракции и так можно настраивать как ряды так и строки если вдруг вы шаблон не указали или например вы указали шаблон но для тех столбцов и строк которые будут создаваться автоматически при например переполнении через спан когда вы расширяете сетку то будут использоваться именно вот эти два свойства возможно немного запутано но вам стоит попрактиковаться еще также рекомендую здесь все подробнее самостоятельно изучить и при необходимости пересматривать этот ролик столько сколько вам потребуется потому что тема действительно непростая с первого раза усвоить будет достаточно сложно и конечно же все это сразу не запомнится а я постараюсь сделать процесс вашего обучения намного удобнее и проще но сейчас давайте перейдем дальше у нас еще есть достаточно большое количество разных свойств и рассмотрим следующее grid autoflow давайте сейчас уберем вот здесь наши свойства которые мы указывали и установим grid template columns в три столбца по одной фракции теперь рассмотрим свойства grid autoflow оно у нас позволяет изменить направление наших ячеек если мы укажем column здесь значение то у нас все пока что становится в один ряд нам нужно указать grid template rows и например зададим здесь три ряда по 100 пикселей посмотрите сейчас у нас направление идет по вертикали то есть у нас идет первый элемент второй третий потом четвертый пятый шестой по вертикали по умолчанию здесь у нас значение стояло row и как вы видите у нас все идет по горизонтали то есть порядок наших элементов по горизонтали если это значение не указано оно по умолчанию стоит row если мы его указываем в column то они у нас идут по вертикали друг за другом и вот так вот можно их направление менять с помощью grid autoflow теперь давайте рассмотрим следующее grid template grid area мы рассмотрим свойства и мы рассмотрим свойства grid area я подготовил вот такой пример вы можете перейти на этот сайт и ознакомиться с этим кодом сейчас я изменю немного размеры давайте подробно рассмотрим весь этот код и как раз таки мы познакомимся сразу с двумя свойствами мы можем для каждого из наших элементов вот таким способом устанавливать grid area любые названия здесь не нужно никаких кавычек просто указываем название для grid area и посмотрите что у нас сейчас item а это у нас header item b это main item c это sidebar и item d это у нас footer после того как мы указали им свои собственные названия мы можем создать grid template arias свойства которое мы указываем для нашего grid контейнера и посмотрите какой оно имеет синтексис мы указываем в кавычках каждую из наших строк у меня сейчас три строки всего лишь в каждой из них по 4 столбца вот здесь я указывал 4 столбца по 100 пикселей поэтому я здесь также указываю например я могу указать 4 раза header это означает что наш элемент header будет занимать все 4 столбца на первом ряду далее у нас идет следующая картина main у нас занимает 3 столбца а sidebar 1 столбец справа и footer у нас занимает также вот здесь 3 столбца и заметьте sidebar занимает здесь столбец и здесь поэтому у нас sidebar получается по вертикали а footer у нас по горизонтали и как вы видите двумерно здесь прослеживается очень наглядно также например мы можем здесь абсолютно все менять и указать footer вот таким образом тогда вы видите что у нас sidebar сразу же изменился давайте еще раз я вам покажу посмотрите посмотрите сейчас у нас здесь footer доходит до сайдбара и сайдбар доходит до самого низа если мы здесь укажем footer то вы видите что footer занимает у нас весь ряд а сайдбар у нас занимает только вот этот вот ряд также можно например изменить дать сайдбару 2 столбца и тогда он будет у нас такой же шириной как и main или например сделать наш сайдбар слева и мы сейчас в html ничего не меняли ничего не переставляли а здесь у нас все изменилось теперь сайдбар у нас слева а main содержимое у нас находится справа также давайте я сейчас немного изменю здесь ширину и посмотрите что я сделаю я добавлю здесь медиазапрос и в медиазапросе для экранов с шириной 500 пикселей и меньше я сделаю следующее я для контейнера укажу новый шаблон и смотрите как я это сделаю я указываю здесь также в кавычках свой новый шаблон и я хочу сделать следующим образом у нас будет опять таки идти хедер после этого у нас будет идти наш сайдбар далее у нас будет идти main и в конце у нас будет футер посмотрите сейчас мы уменьшаем размер экрана до 500 пикселей и мы видим что у нас все наши элементы становятся друг под другом и посмотрите я здесь изменил высоту строк немного и изменил grid template areas всего лишь два свойства я поменял в медиазапросе и мы получаем сразу вот такую вот структуру для мобильных устройств у нас все будет перестраиваться в одну колонку это очень удобно и адаптивный дизайн можно делать очень просто с помощью grid css и заметьте как только у нас экран становится больше чем 500 пикселей у нас все из одной колонки перестраивается в нашу схему как у нас все и было и так можно сделать для разных экранов например можно сделать для средних экранов чтобы у нас разделялось напополам на совсем маленьких экранах у нас все будет становиться в один столбец и так далее тут уже все зависит от того как вам требуется сделать разметку я надеюсь здесь понятны эти свойства grid template areas которая указывается для контейнера и grid area которая указывается для самих элементов и вот таким вот образом мы можем указывать шаблон разметки в очень удобном наглядном виде то есть вот это не что иное как графическое представление можно сказать нашей сетки и с помощью него мы здесь указываем наши grid area которые мы здесь заранее задали для всех элементов и устанавливаем как они будут позиционироваться в нашем контейнере также есть свойства grid template оно позволяет сокращенно записывать grid template rows grid template columns и grid template areas одновременно и здесь вы видите все значения можете ознакомиться более подробно и разные примеры здесь написаны также можете посмотреть поэтому подробно это показывать я уже не буду все вот эти три свойства мы как раз таки рассмотрели а это просто сокращенное свойство которое позволяет сразу записать все в одном свойстве но поначалу я вам крайне не рекомендую записывать все эти сокращения лучше пишите полные названия например grid template rows grid template columns также не сокращайте grid column start column end и все вот эти вот значения а используйте более подробные записи потому что вы их намного лучше запомните а уже потом вы сможете очень просто использовать их сокращение например просто grid column и grid row и сразу указывать два свойства вместо того чтобы записывать две отдельные строки также это относится и к grid template после того как вы уже будете свободно оперировать вот этими тремя свойствами вы сможете записывать это все сокращенно и есть еще свойства grid как вы видите свойства grid у нас позволяет записывать практически все остальные свойства от grid css внутри одного свойства оно еще более запутанное поэтому также не рекомендую им пользоваться на первых стадиях изучения css grid но здесь вы можете посмотреть значения как можно записывать через слэш например какие-то значения записываются через пробел и примеры вы можете разные примеры посмотреть здесь я указал достаточно большое количество разных примеров как свойства grid может выглядеть и вы видите например вот такая вот огромная строка на первый взгляд если здесь все посмотреть то абсолютно ничего не понятно но если разобрать подробно то здесь у нас просто записаны другие css grid свойства внутри одного вот этого grid также вы можете здесь обратить в квадратных скобках указаны какие-то значения row1start например это название линий я про них подробно ничего не рассказывал так как мы пользовались стандартными названиями линий а именно обычными цифрами если мы линии сами не называем то они у нас будут по порядку идти то есть 1 2 3 и так же линии строк у нас начинаются с единицы и до самой последней строки у нас числами нумеруются но эти линии можно самостоятельно называть и вот так в квадратных скобках перед самой линией можно указывать ее название и после этого можно будет использовать grid column start column end и так же для row уже указывая не цифры а например какие-то названия которые вы сами для линий придумали я не вижу сейчас смысла нагружать вас дополнительной информацией это может пригодиться при каких-то огромных проектах где очень большая запутанная сетка тогда вы можете называть линии самостоятельно и уже в зависимости от этого разбивать вашу сетку на нужные вам элементы но а мы сейчас рассматриваем базовые основные примеры поэтому нам достаточно знать только обычные названия линий которые у них по умолчанию а это у нас просто числа и с помощью этих чисел мы можем изменять положение как мы уже ранее рассматривали с помощью вот этих свойств grid column и grid row и например от первой линии до пятой мы можем растянуть какую-то ячейку мы рассмотрели сейчас практически все свойства grid css у нас остались только три раздела свойств это выравнивание с помощью items content и выравнивание self отдельно для каждых элементов и сейчас мы рассмотрим вот эти вот наборы выравниваний как вы видите они объединены по три свойства и в принципе они записываются одинаково единственное у них отличается второе слово которое записывается через defice давайте рассмотрим самого первого justify items align items и place items это у нас свойства для контейнера которые позволяют выравнивать элементы внутри ячеек сразу посмотрите какие у нас есть значения start end center и stretch stretch это у нас по умолчанию поэтому если ничего не указывать то у нас стоит именно это значение и вот эти четыре значения они у нас распространяются на все девять свойств здесь у нас четыре точно таких же значения и есть еще три дополнительных но о них чуть позже поговорим и вот здесь у нас также те же самые четыре значения start end и center поэтому их очень легко запомнить и здесь единственное отличие в том что justify items выравнивает по горизонтали align items выравнивает по вертикали а place items у нас объединяет в себе сразу два выравнивания по вертикали и по горизонтали можно записывать через пробел или можно записывать одним свойством если вы например хотите полностью по центру выровнять или например сразу в левом верхнем углу и тому подобное например смотрите мы можем указать align items центр и вы видите что по вертикали у нас выравнивается наши элементы по центру и сверху и снизу появляется дополнительный отступ если мы grid gap сейчас уберем то мы видим этот отступ у нас есть если мы укажем justify items вы видите что у нас выравнивается по горизонтали например start and и также центр и здесь также поддерживается start выравнивается по верху and выравнивается по низу как вы видите и все эти элементы мы можем вот так вот перемещать если мы укажем place items и например центр у нас сразу они выравниваются по центру и по горизонтали и по вертикали если мы укажем start то у нас выравнивается слева вверху and у нас выравнивается справа внизу stretch у нас как видите по умолчанию ничего не изменилось у нас всю ширину доступную занимают наши ячейки и через пробел также можно указывать например центр по вертикали и start по горизонтали и вы видите что действительно у нас по горизонтали они стоят в начале то есть слева а по вертикали стоят по центру это у нас что касается выравнивания с помощью items также есть с помощью значения контент выравнивает сетку внутри контейнера на вот этом примере вы видите наглядное отличие то есть выравнивает все элементы относительно самого контейнера а здесь каждый элемент в своей ячейке выравнивается индивидуально здесь у нас есть дополнительные еще значения space around space between и space evently давайте посмотрим для начала стандартные значения перенесем вот отсюда например два вот этих значения и посмотрим что у нас сейчас произойдет сейчас мы не видим пока что никакого изменения потому что у нас занимает колонка всю доступную ширину если мы например изменим им ширину то мы видим как у нас выравнивается наш весь контент все наши элементы например также смотрите если мы зададим высоту в 100 в h вы видите сейчас наглядно этот пример вот он наш весь контейнер а это все наши элементы и они выравниваются все вместе по центру по вертикали и справа по горизонтали и здесь опять-таки все эти свойства поддерживаются старт здесь центр например и можно перемещать их в любое место также давайте рассмотрим вот эти вот значения space around например давайте посмотрим для горизонтального расположения здесь у нас появляются отступы между самими нашими колонками и также отступы по краям у нас появляются вот здесь вы видите отличия space around у нас добавляет пространство между элементами а отступы по краям будет равен половине этого пространства space between будет без отступов по краям то есть у нас элементы по краям становятся ровно до самых концов а посередине у них большое пространство и space evenly как вы видите добавляет у нас отступы одинаковые и по краям и между самими колонками также все эти свойства работают и для align content то есть можно также выравнивать это все и по вертикали а если мы укажем здесь просто place то мы можем сразу указывать для двух значений то есть по вертикали и по горизонтали и видите сейчас мы по центру полностью выставили все наши элементы сетки очень быстро и просто буквально одним вот таким вот свойством ну и естественно здесь поддерживаются все остальные эти параметры например space between если мы поставим то у нас будут все элементы вот так вот разнесены если мы через пробел укажем здесь space between и центр то опять таки первое значение у нас идет по вертикали а второе центр по горизонтали как вы видите у нас вот так вот все выравнивается это мы сейчас рассмотрели выравнивание для самого контейнера и также у нас есть три свойства это justify self align self и place self это выравнивание для самих элементов например сейчас вот здесь мы это выравнивание уберем и для первого элемента мы хотим задать justify self выравнивание по горизонтали и мы например ему поставим центр вы видите что он в своей собственной ячейке выравнивается по центру по горизонтали точно так же align self выравнивает его по вертикали в своей собственной ячейке и так можно указывать для каждого элемента отдельно как вы хотите его выравнивать и здесь эти свойства точно такие же start end и center например можем указать здесь end и здесь также end и он у нас будет справа внизу в своей собственной ячейке и опять-таки мы можем указать place self и сразу указать для двух значений или через пробел указать по порядку для значения по вертикали и для значения по горизонтали и вот так мы научились выравнивать как сам контейнер так и отдельные элементы внутри него в принципе сейчас мы рассмотрели все эти свойства и я на примерах показал вам как их можно применять для чего они нужны и постарался самые основные аспекты рассказать также все остальное про что я не рассказал или забыл упомянуть вы можете найти в этом справочнике поэтому обязательно рекомендую вам им пользоваться добавляйте в закладки и у вас всегда под рукой будет такая шпаргалка по всем свойствам по их значениям я постарался сделать предельно простую и удобную навигацию чтобы можно было здесь все очень быстро просто находить ну и конечно же здесь есть несколько ссылок например на гитхаб на ютуб канал и на группу вконтакте я очень надеюсь что вы будете осваивать css grid и применять его в своих проектах потому что это действительно очень сильный инструмент не обязательно использовать его отдельно от flexbox можно комбинировать и даже я бы сказал нужно потому что flexbox в некоторых ситуациях тоже могут быть очень полезны и это не означает что css grid полностью вытесняет flexbox можно комбинировать и grid и flexbox в зависимости от ситуации использовать все эти свойства для выравнивания элементов для создания сетки для разметки своей страницы и как вы видите здесь большое количество свойств у нас действительно есть для работы с шаблонами и позволяет этот инструмент нам добиваться абсолютно фантастических результатов я надеюсь данное видео будет вам полезно и сможет помочь вступить в мир grid css также вот этот вот мануал который я подготовил специально для вас вы можете использовать он доступен по интернету всегда онлайн поэтому здесь никаких проблем у вас с этим быть не должно ссылку вы найдете в описании также этот справочник я сделал более-менее адаптивным то есть вы можете с телефона заходить и у вас все будет нормально отображаться влазить в ваш экран и вы сможете здесь с телефона очень быстро и удобно просматривать какую-то информацию по гридам например добавить себя в закладках и при необходимости переходить сюда и со своего смартфона быстренько какое-то свойство подглядеть вспомнить и здесь все точно так же удобно работает если вдруг вы заметите какие-то опечатки в тексте например или где-то пропущена запятая там где она нужна я уже сам заметил одно такое место это у меня было пропущено запятая в функции minmax вот здесь я уже исправил если вы обратили внимание то конечно же это очень хорошо и вот такие вот маленькие опечатки я возможно в некоторых местах допустил но я старался вам в видео поэтому все рассказывать комментировать и показывать на реальных примерах ну а здесь в справочнике уже все это будет конечно же дорабатываться и исправляться ну а я настоятельно вас прошу подписываться на канал если вы еще не подписаны обязательно оценивайте видео комментируйте задавайте свои вопросы делитесь с друзьями в социальных сетях для того чтобы помочь мне в развитии канала всем спасибо и до скорых встреч в следующих видео